Северный поток 2 Газпром умоляет немцев спасти трубу. Экономика, нефтегаз 18 января 9.55 Северный поток 2 Газпром умоляет немцев спасти трубу. Миллер надеется, что Германия победит Европу, и поставки газа начнутся. София Сычевко. Комментарии в просмотров 9491. Фото, DPA slash DAS. Материал комментируют. Алексей Гривыч. Кира Сазонова дочерняя компании Газпрома Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство ФРГ на выведение трубопроводов Северный поток и Северный поток 2 из-под действия обновленной газовой директивы ЕС. Об этом информировал ТАСС со ссылкой на сайт регулятора. При рассмотрении предусмотрены консультации со странами ЕС. Процедура должна быть завершена до 23 мая 2020 года, говорится в сообщении. Газовая директива, регулирующая рынок газов ЕС, была обновлена в начале прошлого года. Внесенные изменения распространяют нормы третьего энергопакета о резервировании до 50% мощности магистрали для прокачки газа альтернативными поставщиками на трубопроводы, которые проходят в морской экономической зоне стран Евросоюза. Российские экспортные газопроводы в тексте прямым текстом не упоминаются, однако не секрет, что принятые поправки направлены против Северных потоков. Законом Германии предусмотрено предоставление исключения для трубопроводов, построенных до мая 2019 года. Однако получение положительного заключения на заявку не гарантировано. По мнению заместителя директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, у Германии есть обязательства перед членами ЕС, в том числе по неиспользованию права на предоставление исключений для российских трубопроводов. Читайте также. Судебные инстанции в Европе принимают противоречивые решения, когда разбирательства касаются протянутых из России магистралей, заявил Алексей Белогорьев ФБА «Экономика сегодня». При этом эксперт заметил, что политический и антироссийский характер этих претензий все прекрасно понимают. Усилия против положительного решения Федерального сетевого агентства Германии приложит и Брюссель. По информации немецкой прессы, там намерены следить за выполнением Германии газовой директивы и новых поправок к ней. Как государство-член ЕС, на территории которого находится первый пункт присоединения, Германия имеет право принимать соответствующие решения после проведения консультаций со всеми государствами-членами ЕС, заявили в Еврокомиссии. Оценивая шансы «Северного потока-2» на исключение, юрист-международник, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления Ранхикс Кира Сазонова отметила, что многое будет зависеть от сроков запуска проекта. Ситуация выглядит очевидным образом все связанной с санкциями, которые в конце декабря были введены из США. Работы были приостановлены и на 93% готовые мощности оказались заторможены. Если бы все было хорошо, то они бы однозначно подпадали под созданную фактически специально для «Северного потока-2» оговорку в немецком федеральном законе об энергетическом хозяйстве. Там речь идет о том, что внешние газопроводы, которые достроены до принятия газовой директивы, то есть до мая 2019 года, получают исключение. Соответственно, на это был сделан расчет. Сейчас он меняется, и речь идет о том, чтобы продлить еще на один год действия этого исключения. Другое дело, что Германия не может это сделать в самостоятельном режиме, то есть заявить о том, что на нее не распространяются определенные параграфы газовой доктрины. Нужно провести согласование со странами Евросоюза, и Еврокомиссия должна проголосовать за шансов, что она проголосует за достаточно много, с учетом того, что Германия в экономическом плане остается, безусловно, главным авторитетом в ЕС. До 23 мая 2020 года мы не успеем завершить строительство СП-2, поэтому все зависят от того, когда оно будет завершено и в какой момент газовая директива перестанет иметь значение. Сегодня никто не хочет согласно газовой директиве передавать другой компании управление трубопроводом. Мы хотим, чтобы это был Nord Stream 2. По российскому законодательству, у нас только Газпром и, соответственно, его дочерние предприятия имеют право на экспорт трубопроводного газа. По газовой директиве у нас не очень хорошие прогнозы по загрузке газопровода до 50%. Эти два основания не нравятся ни нам, ни немцам как бенефициарам. Очевидно, что сейчас германский регулятор попытается помочь нам сослаться на пункт 28-Б немецкого энергетического закона. СП, если не ошибаюсь, 12-мильный отрезок северного потока минус 2, проходящий в прибрежной зоне страны, построен. Это может стать основанием для исключения. Газопровод еще не запущен, поэтому есть вопрос трактовки газовой доктрины. Еврокомиссия на это будет смотреть. Каждая из сторон имеет свои интересы. Прекрасно, что интересы России и Германии совпадают, но речь будет идти о продлении еще на один год возможности предоставления исключения. СП, давление будет сейчас оказываться со всех сторон, и заключение может быть отрицательным. Чем это чревато? Много будет зависеть от позиций немецких властей. Судя по последнему визиту Ангела Меркель в Россию, они постараются не бросать проект уже в конце пути. Очевидно, что юридические проволочки не должны иметь давление на экономический базис. Газопровод есть, его осталось запустить. Срок даже в полгода уже не имеют технически значимых характеристик. Хотя европейские бюрократы будут ссылать именно на временные ограничения, правовые оговорки и так далее. Но и Германия, как прагматичная страна, будет упирать на здравый смысл. СП, но первый северный поток построен уже давно и работает. Тем не менее, оказался под исключениями. Потому что речь идет не о любых газопроводах, а именно о внешних. Россия оказалась под ударом как главный экспортер газа в Европу. Пенсионные деньги ФНБ зароют в землю, и концов никто не найдет. Нужно ли направить миллиард долларов на нефтегазовую разведку? Примут или нет вопрос в значительной степени политический. Будет серьезное противодействие со стороны тех, кто лоббировал поправки, со стороны Еврокомиссии, США. Но есть и позитивные сигналы, связанные с тем, что Германия должна показать реальную приверженность проекту «Северный поток-2». СП, какие меры может принять Газпром в случае отрицательного решения? Есть меры, связанные с судебными действиями. Изменения в газовую директиву подрывают обязательства ЕС по договору к энергетической хартии, ухудшают условия работы по проектам и положения инвесторов, причем задним числом, уже после принятия инвестиционных решений. Возможны, различные решения, чтобы отстоять проект, чтобы он нормально работал на пользу инвесторов и рынка. Очевидно, что он укрепляет энергетическую безопасность ЕС, усиливает конкуренцию на рынке, а не ограничивает, как это представляют некоторые противники. СП, США своими экстерриториальными санкциями фактически наступают на суверенитет европейских стран, в том числе и Германии. Как это может отразиться на позиции по исключениям? В законодательстве есть простор для трактовок и нашим, и вашим. Это исключение возможно, если у немецкого руководства хватит политической воли, чтобы противостоять посягательствам на их суверенитет в сфере энергетической политики. Нефтегаз, Северный поток-2, труба может оказаться дырявой. Новости энергетики, Меркель, Северный поток-2 нужно достроить, несмотря на санкции в США.